В настоящее время во всех районах области ведётся сев яровых культур. Сезонно-полевые работы в этом году идут в обычном режиме, заявили в Департаменте аграрной политики. Яровой сев сейчас у нас проведён на площади 860 тысяч гектар или практически 50%. Ранние зерновые на площади на 84%. Я думаю, при благоприятных погодных условиях мы на текущей неделе их завершим. Воронежские аграрии вполне довольны теми условиями, которые сложились после зимы. Вегетационный период текущего года складывается благоприятно. Погодные условия вегетационного периода – это и снежный покров зимы позволил накопить влагу, и выпадающие повсеместные осадки. И за март-апрель – это полуторная норма к среднегодовым показателям. Несмотря на то, что посевы озимой пшеницы прекрасно перезимовали под толстым слоем снега, в мае погода преподнесла неприятный сюрприз, когда в некоторых южных районах области ночью наблюдались минусовые показатели температуры. Что касается заморозков 2-3 мая, там небольшие площади в понижениях были немножко повреждены, но точка роста цела, пересевать пока не планируем. Яровые культуры, такие как ячмень, пшеница, они до 5 градусов переносят эти заморозки. Это, конечно, теплорюбивые культуры – кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник. Вот тут есть риск. Но будем надеяться, что все у нас будет хорошо, и морозов таких не будет. Но заморозки – не единственное природное явление, которое может негативно сказаться на урожае. Одним из таких климатических факторов, влияющих на продукцию растеневодства, является ветер. У нас ежегодно на территории области от выдувания, дострадают посевы таких технических культур. От сахарной свеклы мы ежегодно от 3 до 10 тысяч пересеваем культур. Ну и, соответственно, ветер выдувает поверхностную влагу. Не стоит сбрасывать со счетов и засуху. Впрочем, несмотря на то, что Воронежская область входит в зону рискованного земледелия, противостоять природной стихии мы научились. Мы субсидируем за счет регионального бюджета закладку лесных полос. И раньше у нас эта программа существовала, но теперь она перешла в новую. А также существуют меры господдержки по обустройству территорий, подверженных водной и ветровой эрозии. Тоже мы за счет регионального бюджета субсидируем проектирование эколого-ландшафтных систем земледелия. И уже с прошлого года начали выделять средства на реализацию этих проектов. В целом, считают, в Департаменте аграрной политики в регионе есть все условия, чтобы посевная 2022 прошла успешно. А на случай пересева от заморозков и других природных катаклизмов у воронежских аграриев есть страховой запас. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал.